ГОРОДОК ГОРОДОК Ну? На трибуну? На трибуну Ну пошли Да здравствуют российские медики Первые в мире победившие жизнь Ура! КОНЕЦ КОНЕЦ Палст Палст Ваше мнение, коллега? По-моему, это ярчайший пример люмбага в стадии ремиссии Категорически не согласен Почему? КОНЕЦ КОНЕЦ Не понял Весенний диагност Стадия обострения КОНЕЦ Может быть КОНЕЦ Да здравствуют российские молодожены Молодобужи и молодоженки Ура! КОНЕЦ Здравствуйте, батюшка Здравствуй, отрок Батюшка, большое счастье постигло меня В суете мирской Всю жизнь Искал я единственную мою Искал я Иринушку мою Слава Господу Нашел ее наконец-то 35 лет от роду Избранница моя Завтра Венчаемся в вашем приходе А сколько Стоит Венчание Не знаем Ну, сын мой сие Зависит от красоты Избранницы твоей Чем красивее невеста Тем Дороже обряд Так я, батюшка Фотографию Иринушки захватил Вот фотография сия Анфас Иринушка И вот сия фотография Профиль Иринушка Да, сын мой Пожалуй, я вас Бесплатно обвинчаю Да здравствуют российские студенты Которым нечего грызть Кроме гранита науки Ура Ой Мне так нравится здесь Так вкусно пахнет Тебе правда понравилось? Очень Ну, хочешь? Ещё раз пройдём. Здравствуют российские сантехники. А люди с холодной головой и горящими трубами. Ура! Ну, что, Калиня, ещё по одной, последней с праздничкой. Давай. Вот ты ж жилоб, а! Что такое? Вот ты ж жилоб, а! Что такое? Да ты и в жизни вот такой жилоб, вот такой жилоб абсолютно. Что такое? Что, что такое? Это что, культурно в банке два огурца берёт и хапает тебе большой, ну? Ты тело интеллигентно начит в натуре. А что такое? А ты бы себе какой взял? Я бы какой взял? Да. Я бы взял маленький, маленький. Ну, так и бери, ты его и имеешь. Ура! Ура! Да страстуют российские музыканты! Только они умеют исполнять нечеловеческую музыку. Ура! Ура! А вы, Семён Михайлович Кудённый, на редкость интеллигентный человек. Ну, так и лишь! Это... Вот! Скажите, а нравится ли вам бабель? Это Владимир Ильич смотря какая бабель! Здравствуют российские автолюбители Материальная и финансовая опора российского ГАИ Ура! Выходи! Выбендрился, да? Да почему выбендрился? Я тебе просто мастерство хотел показать Ты мне лучше покажи багажник Быстро, багажник! Открывай багажник А я тебе 200 тысяч даю, не открывай багажник. Открывай багажник. Я тебе 500 тысяч даю, не открывай багажник. Открывай багажник! Я тебе миллион даю, не открывай багажник. Открывай багажник, я сказал, открывай! Я тебе миллион давал? Давай, открывай! Открываю, смотри. Что, вражина, издеваешься, а? Ты что сразу не мог сказать, что багажник пустой? Да я не издевался. Я с тобой в поле чудес играл. Это Ваня Голубков, а это просто Мария Мария снова приехала к Ивану на праздник Первомая Мария Сирия Ты такая красивая Си Мне в тебе все нравится Си-си Да нет, не только Остальное тоже нравится Ну просто оттас, подумала просто Мария А о... Илюша и Юрик приглашают вас на вернисаж нашего городка Художник Репкин Иван Грозный умывает своего сына Художник Клод вам дам Обнаженная махом Художник Долбандян Рабочий Иванов кладет болт на устав парки Да что с тобой происходит? Что ты тебя по рукам все время бьешь? Что тебя крутит так? Ну что такое? Вот так это все Не знаю, не могу объяснить Не знаю Ну что не знаю? Ну май, май, нормальное состояние Все маются, ты маешься Успокойся Может быть Кстати, прошу Что это? Это тебе подарок Что это? Жилетка Зачем? Поплачься Весенние жалобы Добрый день Люди добрые Нас с вами снимает Программа коммерческого телевидения Милостыня убогому Тебе божье прощение, козел Я убогий Мы с вами в прямом эфире Положите в баночку 10 тысяч рублей Я в вашей доброте Узнаю миллионы телезрителей Во всей России Расчетный счет моего баночка 879 401 7 487 68 Платежное поручение Убогому на пропитание Подайте Христа ради И Оставайтесь с нами Люди добрые Срочно нужны деньги на операцию Я являюсь оперуполновочным Отделом по борьбе с организованной преступностью Нам стало известно, где сегодня будет скрываться Воровской авторитет по кличке Шнырь А денег на операцию по задержанию нет Если нет денег, помогите кто чем может Пистолетами, рациями, патронами Подайте МВД ради Спасибо, родненький, спасибо вам большое Спасибо Люди добрые Нам с дочкой не хватает денег на билеты До Петропавловска-Камчатского и обратно А нам позалез надо И у Петропавловска-Камчатский и обратно Подайте Христа ради на билете Не дайте нам с дочкой погибнуть Не дайте убилеть Так и не узнал, какой он Петропавловска-Камчатский Люди добрые Сегодня у нас с Братановым какая-то гнида Выточила из карманов трамвая Все жалобные тексты, с которыми мы обычно выступаем Перед прохожим Поэтому мы вообще не знаем, что говорить вообще Не могли бы подать нам сегодня просто так На шару, без тех, кто А, это еще Если, если где услышите вот эти жалобные истории Там про двух мужиков Что у них там дом сгорел в Тюмени Или там про двух мальчиков Что их-то мамка супом ошпарила Если там Или про двух сироток Гошу и Мишу Ну, в общем, вы тогда просто Звоните нам на Петже Что, пусть на Моторолу Можем на Моторолу А мы с ними сами разберемся Подайте Христа ради На шару Компании проклятка Гэмбл И ее средства от прыщей Посвящается эта песня Памятью Саши, Паши и Даши Керосин Витамин Витамин Керосин Керосин А витамин А у Саша на мордом Миллион прыщей У него неправильный обмен Бестей И хоть моет мылом своя морда Оно все равно Прыщей на мордом Миллион А у Паши морда Непрещавый пыль Потому что морда Керосин Нам мыль Потому что с Дашей Гуляет он Ну, а Саша на мордом Носит шлемофон Кули-мули Керосин Очень сильный Витамин В нем большая сила Заменяет мыло Керосин Витамин А витамин Керосин А керосин Витамин А витамин Керосин Но на самом деле Не секрет один Отврещей не помогает Керосин Если много разных Девочек Гулять не придется Шлем на мордом Надевать Кули-мули Керосин Очень слабый Витамин Кули-мули Даша А вот в том Сила наша Витамин Керосин Керосин Витамин Витамин, керосин. Витамин. А керосин, керосин. Витамин, керосин. На! Угу. Ну чё? Зачёт сдал? Ой, да нет. Идиот этот принципиальный. Вот придурок. Не принял, представляешь? Не принял. Не принял и не пгему. Закладывайте обстановку. Что? Закладывайте обстановку. Что? Обстановку закладываю. Урузбаев. Урузбаев. А? Заглуши там. Что? Заглуши там. Чё, плачка, не стычу. Заглуши, да хрен там. Есть, товарищ генераль. Заглушаю. Илюша, я должен немножко отдохнуть. Объяви сам. Дорогие ребятишки, а теперь специально для вас новая рубрика мультяшки нашего городка. Казал. Аказал. А почему у тебя глаза такие грустные? Почему? Потому, 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 что муж козел. Это же прикол. А, хорошо. В одном из вузов нашего городка стояла на лестнице афиша и зазывала студентов на встречу с городоначальниками Олейниковым и Стояновым. Студенты поверили. Настроение у всех было замечательное. А что вы ждёте от сегодняшней встречи с ними? Ну, побольше юмора. Смеха. Ну, вообще и приколов. Мы ждём много шуток и много веселья. Ну, только удовольствие. Хорошего проведения времени. Я сама люблю прикалывать всех. А что ждёте от встречи сегодня? Ну, чтобы смеяться до слёз. Много приколов и весёлого вечера. Чего я жду? Я хочу отдохнуть. Поднять своё настроение, которое в нашу суровую жизнь очень редко кто поднимает. Послушайте, пожалуйста. Значит, вот где-то без 10-5 хорошо, что, так сказать, этот звонок хотя бы раздался. Иначе бы я просто не знаю, как бы мы вели сегодня перед вами. Раздался звонок от администратора этих, ещё раз скажу, так называемых актёров. И было мне сообщено, что, несмотря на предыдущую договорённость, стояных и олимников, значит, посчитали сумму, которую мы смогли собрать, так сказать, для них унизительной. И в данную минуту, вот именно в 5 часов, работают на свадьбе в ресторане «Метрополь». Увеселяют толпу. Извините, а можно вопрос к вам задать? Как вы оцените вот эту ситуацию? Как, как это оценить? Я, я признаю, я любила эту передачу, всё нормально. Я готовилась, потому что хотела перед ними выступить, такая хорошая, красивая. Нужна я им больно. Они там будут в ресторанах сидеть? Ну, знаете, можно, я скажу, просто не уж колотят. Понимаете, настолько вот кретин. Я уже не могу, вы вообще не смотрите в этот городок дурацкий. Такое чувство, что у нас в стране деньги решают всё. Вместо того, чтобы выступать перед студентами, они продались за штуку баксов каким-то циканам или кого-то там в «Метрополе». Ну, как так можно, я не знаю. Я принёс полароид, хотел сфотографироваться с ними, взять автограф. И в результате, что я получил... Ну, что это за свинство такое? Мы готовили буквально месяц это всё. Прогуливаешь. И на какую-то, я не знаю, дурацкую свадьбу в «Метрополе» надо ехать. Мы-то и чем хуже, я не понимаю. Я не знаю, это свинство просто. Нельзять и не приехать. Элементарное неуважение, элементарное хамство. Это ужасно просто. Я вот на всю, на эту любимую передачу, пфу, плюю. Слушай, ну там классно было. Вот мы и побывали в большой открытой камере нашего города. Это называется прикол. А вы поверите. Га-га-га-га-городок. Ну, сколько можно умирать? Сколько можно умирать? Может, до конца передачи доехали? Ну, хоть в финале какую-нибудь дозу оптимизма можно выдать? Дозу оптимизма в финале? Может, ну, дорогие телезрители, все у вас будет хорошо. Ну. Или не будет. Ну, здравствуй. Здравствуй. Ну, вот я и пришел с тобой рассчитаться. Да. Да. Первый. Второй. Расчет окончен.